Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский От Харбина до Леояна 22-23 июня Утро. Мы стоим где-то на разъезде. Стоим давно. Неизвестно, долго ли еще будем так стоять. Кругом лужи дождевой воды. Солнце жжет, и скоро, вероятно, опять будет дождь. Яркая желтая глина откоса запеклась от солнца и отражается в мутной воде переполненных канав. Рядом с нами стоят еще несколько поездов в ожидании очереди. Поезда переполнены солдатами. Они поют, разговаривают, читают. Читают про себя, слегка шевеля губами. Читают слух. Многие очень недурно. А реже встречаются книги, чаще газеты. Где газета, там сейчас же собирается кружок и внимательно слушает. Один кончает, передает в следующий вагон. Там читают. И никогда газета не остается праздной, пока они истреплют так, что она уже и на папироске не годится. Я собрал целый ворох газет и вынес солдатам. Газеты новые! Ура! И изо всех вагонов бегут эти серые, обросшие, загорелые, своим серым цветом немного напоминающие арестантов люди. Их угрюмые лица светлеют. В турецкую компанию ничего подобного не было. Брали и тогда газеты, но исключительно на цигарки. Великое объединяющее начало газета пошла в толпу, а с нею и писатель. Генерал, едущий со мною, говорит. Да, другой солдат. Чем моложе, тем грамотнее. Последний набор в новгородской губернии дал 85% грамотных. Поднадзорных много. С этим хуже всего. Двухчасовых, что ли, возле него ставить? На одной из станций в наш вагон сел Николай Николаевич, если читатель не забыл его. Полковник, у которого умер отец. Николая Николаевича провожает целая толпа военных, инженеров и саперов, у которых он осматривал здесь работы. Мы знакомимся и по обыкновению спрашиваем друг у друга. Что новенького? Сплетен много. Слухов много. А где правда? Харбинский вестник, если через неделю попадет, и за то спасибо. Говорят, все-таки, будто япунцы где-то совсем близко от Ляояна. Да и то, это уже рабочие китайцы нам сообщают. Вот слушайте, говорит Николай Николаевич, насмотрелся я на этих китайцев рабочих. Ай, лодыри, ай, лодыри. Контролер приехал учитывать работы. Вот и учитывайте. Оконная подвода по этой грязи 10 рублей в день. А в Ляояне 15 и то нет. Почему? Дожди начались. Грязь не вывезут. И два месяца такой грязи? Ну что ж. Корпуса 4 еще успеем подвезти, пока япунцы смогут дальше тронуться. Дожди остановят наступление. Они вон, говорят, назад уходят. К берегу моря. Боятся как бы из кули не пропасть. А вот такая грязь, говорит Николай Николаевич. Лошади по брюху. И дождей еще, кажется, больших не было. А когда настоящие пойдут, что это будет? Кисель. Китаец на лотке несет зеленые, как огурцы, дыни. Солдаты быстро раскупают. — Ведь совсем же зеленые, — говорит из нашей группы доктор-солдату. — Холеру схватишь. — Никак нет, — улыбается солдат. — Так что солдатское брюхо хоть гвоздь перетереть. Доктор машет рукой и меланхолично говорит. — Съесть и еще и сырой водой запьют. — Так ведь кипяток вот здесь на станции найдешь, — отвечает солдат. — А в походе? — Чайник у тебя есть. — Вскипятить долго? — Чайник? — Если дров нет, пальца под чайник тоже не подложишь. Проходящий офицер останавливается и обращается к солдату. — Какого полка? — 14-го, Зарайского, 17-го корпуса. — Очень уж вольно разговариваешь. — Запасной? — Так точно. — Подтянуться пора, а то шутки плохие выйдут. — Понял? — Так точно. — Ступай. Мы с Николаем Николаевичем уходим в вагон и скоро уезжаем. — Николай Николаевич печально смотрит в окно. — Я теперь бездушный стал. Душу все вымотали. — Вот я вам говорил тогда про ижорские заводы. Ведь нам удалось производство ружья вдвое удешевить. На 250 тысяч каждый год имеет казна сбережения. После тех слов Ванновского я больше не мог оставаться. Перевелся в Лебаву. А через полгода мой заместитель получил 10 тысяч рублей премии. Эту премию вы бы получили? Если бы остался, конечно. Ведь мои же работы. Совсем близко до Оляо Яна. Всего одна станция. Янтай. Но опять приходится стоять и ждать очереди. А мы — пятые по очереди. Первым собирается уходить санитарный поезд восточно-сибирской железной дороги. И мы, пользуясь любезностью санитарного отряда, переходим в этот поезд. Нас приводят в вагон-столовую. Как раз садятся за стол. Мы сперва отказываемся, но после вторичного приглашения соглашаемся и с удовольствием едим простую, но чистую пищу, вместо изысканной, грязной и невкусной, какой угощают в буфетах на станциях. Нам подают отварную говядину, суп с крупой, котлеты. После обеда чай. Это один из шести санитарных поездов Маньчжурской железной дороги. По регистратуре поездов Красного Креста он числится пятнадцатым номером, кажется. Это тот самый поезд, который на днях потерял одну сестру, госпожу Родионову. Она упала под поезд, и я ей отрезала ноги и руку. В семь часов вечера она впервые поступила на поезд, а в девять того же вечера уже произошло несчастье. Произошло несчастье на пути первой станции от Харбина. — Я сам, — говорит доктор, сидевший за столом, — и отвез ее в Харбин назад, и возле не я все время был до самой ее смерти. Пришлось ампутировать ноги и руку. Она в сознании умерла, в полном, до конца. И, вероятно, охотно, потому что говорила, зачем жить таким уродом в тягость близким. — Двадцать шесть лет всего. Вот с этой самой площадки свалилась. Тот последний вагон, кухня. Она шла из кухни. В этом же поезде привезли офицера Токмакова, о котором я писал. Доктора поезда предполагают, что стрелял какой-нибудь раздраженный японский солдат, пока не расстрелял всех пяти патронов. То, что это был забайкальский казак, могло вызвать особое раздражение у японского солдата. Разрывной характер раны доктора объясняли близким расстоянием. Насколько раненых устроен поезд? Нормально на двести двадцать пять. Но может принимать свыше четырехсот, если сделать больше кухню. Кухня, как видите, простой товарный вагон. И за малым помещением котлы приходится ставить очень малые. Если бы вместо товарного вагон третьего класса, тогда шесть поездов работали бы, как двенадцать? Совершенно верно. И один вагон третьего класса заменил бы целый поезд. А что с ним сделается? Понадобится только перекрасить заново. После войны все равно перекрашивать все вагоны придется. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том шестой. Петроград. Издание «Товарищество Маркс». 1916 год. Продолжение следует. Продолжение следует.